Театр Но потом бурные аплодисменты, занавес. И актеры становятся обычными людьми, которых захватывают уже не придуманные, не сыгранные, а вполне реальные страсти, ревность, зависть, желание пробиться к славе любой ценой. Интрига и деньги, твоя стихия. Продумать это еще не штука, надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха. Почему естественная конкуренция между актерами столь удручающе регулярно приводит к склокам и сварам самого низкого пошиба? И в итоге закулисье прославленных подмостков становится театром военных действий. В начале 1956 года Большой драматический театр готовился отметить 38-й день рождения. В канун праздника труппе был представлен новый главный режиссер Георгий Товстоногов. Как только стихли приветственные аплодисменты, свежеиспеченный худрук сделал заявление, повергшее всех присутствующих в шок. Он сказал, что я убираю ровно половину труппы. Сказали, как? Это же заслуженные народные, их на улицу. В советское время это было не принято, они должны быть защищены местком, портком. Говорят, нет. Это был беспрецедентный в истории отечественного театра скандал. Товстоногов одним рощерком пера уволил сразу 30 человек, в основном пожилых актеров, и начал собирать новую труппу. Так он планировал вывести БДТ из кризиса. Большой драматический театр прозябал в полном мраке. Чтобы заполнить зал, туда пригоняли солдаты матросов. Там смотреть было нечего. Товстоногов меняет репертуар. Ставит современных драматургов, незнакомых даже всезнающей петербургской публике. Но мечтает новых у друг о другом. О новом прочтении классики. Идиот Достоевского. Вот достойная высота для возрождающегося театра. Одна беда. Режиссер никак не может подобрать актера на главную роль – князя Мышкина. Он уже было совсем отчаялся, когда кто-то из труппы посоветовал посмотреть фильм «Солдаты» и обратить внимание на очкарика, играющего одного из лейтенантов. Как только Иннокентий Смоктуновский появился на экране в роли лейтенанта Фарбера, режиссер понял, что наконец-то нашел своего актера. Увидев его в кино, сказал, вот у этого человека глаза как у Мышкина. А ему говорят, ну так какие проблемы, давайте мы его и позовем. Но не все в труппе были в восторге от новичка. Кто этот Выскочка? Откуда взялся? И почему сразу на главную роль? Возмущались старожилы. Некоторые не просто сплетничали в гримёрках, а отправились прямиком в кабинет художественного руководителя. И актеры приходили к нему и говорили, Георгий Александрович, нужно этого актера снять с роли, он не сможет её осилить. Роль князя Мышкина действительно давалась Смоктуновскому с трудом. Артист никак не мог вжиться в образ. Мешали скептические взгляды коллег по цеху и извительные усмешки. За две недели до спектакля постановка собрал худсовет и сказал, ребят, давайте спектакль закрывать, Мышкин не получается. Вопрос поставили на голосование. Судьба нового актера БДТ Иннокентия Смоктуновского висела на волоске. Он был, безусловно, на порядок выше многих актеров, чего первые лица театра не могли перенести. Почти вся труппа проголосовала за увольнение Смоктуновского. Но Товстоногов колебался. Чутьё подсказывало режиссёру. Этот артист ещё проявит себя. Поддержала актёра и помощница худрука Роза Сирота. Она уговорила коллег дать князю Мышкину второй шанс. Она с ним пообщалась, порепетировала. И с этого момента всё пошло. Покатилась, покатилась и просто выигрывалась. И говорю, что он сказал, да, это хорошо. На репетициях без посторонних глаз Смоктуновский играл великолепно. Товстоногов выдохнул с облегчением. Дела неотлагательного я не имею. Я просто познакомиться с вами хотел. Премьера спектакля окончательно расставила все точки над «и» и заставила недоброжелателей Смоктуновского замолчать. На спектакль пришёл внук Фёдора Михайловича Достоевского. Посмотрел спектакль, пришёл к папе в Гримму-Борную и сказал, Иннокентий Михайлович, вы гений. За три года службы в БДТ Иннокентий Смоктуновский стал одним из ведущих артистов театра. Товстоногов делал на него большую ставку и, скрипя сердце, прощал съёмки в кино. Пока три года спустя не грянула новая буря. После вечернего спектакля ведущий актёр Большого драматического театра Иннокентий Смоктуновский заглянул к худруку. «Можете меня поздравить, Григорий Александрович, сегодня наконец-то приняли мой фильм «До будущей весны», радостно сообщил артист. «Очень рад, поздравляю», выдавил в ответ Товстоногов. «Очень рад, поздравить, 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 поздравить». «Я уже подготовил приказ о вашем увольнении. Надеюсь, вы пришли извиниться?» Товстоногов откинулся на спинку кресла, демонстрируя, что он закончил монолог. «Вообще-то я по делу», – робко начал актёр. «Дело в том, что режиссёр Соколов, который снял картину «До будущей весны», сейчас совершенно свободен, и я пригласил его в наш театр. «Мы с ним тут поговорили. У нас есть замечательная идея поставить у нас в театре живой труп. Ему же роль распределили». Смоктуновский извлёк из кармана пиджака мятый лист вдоль и поперёк, исписанный мелким почерком, и протянул его Георгию Александровичу. «У вас и сценарий уже готов. Надо же, какие вы самостоятельные. Может, вам в моё кресло пересесть?» Товстоногов закурил и ледяным голосом озвучил дерзкому любимчику его перспективу. Иннокентий Михайлович Кешин – выдающийся артист. Режиссёр Соколов наверняка очень хороший режиссёр. Но в этом театре все решения принимаю я, репертуар этого театра формирую я. Кто здесь будет что ставить и что играть, решаю тоже я. И поэтому, я думаю, в любом другом театре Виктор Соколов прекрасно поставит свой живой труп. Кстати, вы тоже можете попробовать себя в другом театре. К примеру, в Александринском. Он тут неподалёку. Отрезал Товстоногов и задумчиво посмотрел в окно, всем своим видом показывая, что Смоктуновский ему более неинтересен. Актёр тихо покинул ей кабинет, а на следующий день и БДТ. Навсегда. Иннокентий Михайлович лишь раз снова вышел на сцену в роли князя Мышкина. В 1966 году БДТ отправился на гастроли во Францию и Великобританию. И западные антрепренёры просто-таки потребовали, чтобы главную роль играл Смоктуновский. И он согласился. А тогда, в 1960-м, оскорблённый до глубины души актёр уехал в столицу. Где 16-ю годами позже его настигли новые, не менее драматические перипетии. На этот раз в Московском художественном театре. Смоктуновскому везло на худруков бунтарей. Олег Ефремов, как когда-то Товстоногов, начал свою работу в Московском художественном театре в 1970-м году с яркой идеей разогнать половину тропы. Для советского театра труппа была гигантская. 142 человека. Некоторые актёры и вовсе не были задействованы в спектаклях. А в театре появлялись дважды в месяц. В дни выдачи зарплаты. Покидать доходное место в их планы не входило. И старожилы объявили новому руководителю настоящую войну. Партию противников Ефремова возглавил актёр Борис Ливанов, который сам планировал занять кресло худрука. Не вышло. Оказалось, что об этом кресле мечтали многие. Все его товарищи, ну, как бы не поддержали его, а многие предали, потому что все они считали каждого, может быть, себя достойным руководить художественным театром. Стоило Ливанову отправиться в гастрольный тур по стране, как тут же не менее уважаемые мхатовцы Михаил Яншин и Марк Пруткин отправились в Министерство культуры и устроили Екатерине Фурцевой настоящий спектакль. Со всей страстью и драматизмом убеждая министра назначить на должность худрука кого-то со стороны. Этим со стороны стал Олег Николаевич Ефремов, который тоже закончил школу-студию МХАТ, и у которого были счёты с МХАТом, потому что его в МХАТ не взяли. Я думаю, что все эти народные артисты думали, что он будет работать под их началом, под их дудку. Но не тут-то было. Ливанов вернулся, а вожделенное кресло занято. Вы не ведаете, что творите. Ефремов погубит МХАТ. Бросил он коллегам-предателям и хлопнул дверью. Что с вами, адмирал, вы заболели? Да. И кажется, друг мой, безнадежно. Распала связь времён. Ефремов взялся за дело решительно, и всё же за несколько лет ему так и не удалось омолодить трупу. Тогда он решил пойти на хитрость, разделить коллектив на основной и вспомогательной составы. Вопрос был вынесен на голосование и буквально взорвал театр. Актёры сразу почуяли неладное и подняли очередной бунт. Каждое собрание, на котором обсуждалась реформа, заканчивалось массовой истерикой. То есть эти собрания, которые выматывали, я помню, Смоктуновский, который сказал, «Боже мой, сколько потеряно драгоценного времени! Сколько потеряно в этих дурацких часах собраний и всяких обсуждений!» «А зачем председатель меня облаву устроил? Традиционера вызвал!» Знаменитый исполнитель роли солдата Ивана Бровкина Леонид Харитонов был одним из самых яростных противников нововведения Ефремова. На каждом собрании актёр бросался в атаку и обвинял режиссёров в подлых интригах. Леонид Харитонов очень сильно всё это переживал, насколько я понимаю. Ему казались какие-то заговоры, он хотел сделать какую-то революцию, сместить там Ефремова. Революцию Харитонов совершить не успел. Он умер от сердечного приступа прямо на одном из заседаний. Но сторонников Худрука эта жертва не остановила. Они ни на минуту не оставляли артистов в покое даже за стенами театра. Агитировали по телефону и заявлялись на дом. Великий артист, неловкий царедворец Олег Николаевич по одному за другим перетаскивал голоса, имеющие какой-то вес, на свою сторону. В том числе и подкупом. Например, Ангелине Восне Степановой было обещано, что он возьмёт с собой её сын Александра Фадеева. Не взял, обманул. Но Степанова всё это время стала голосовать за позицию Ефремова. Финальную точку в этом кровопролитном спектакле поставила Татьяна Доронина. Кто против Ефремова, встаньте и идите за мной. Пора с этим кончать, заявила актриса на очередном собрании. Воцарилась гробовая тишина, а потом за Дорониной ушла почти половина трупы. Так в 1987 году на карте Москвы появились два московских художественных театра. Их тут же окрестили мужским и женским. Труппы Ефремова отправилась в старое здание в Камергерском переулке. За Дорониной и её командой осталась новая сцена на Тверском бульваре. Должен сказать, что ни к чему хорошему, так по большому счёту, это не привело. И Олег Николаевич не добился того, о чём он мечтал. Татьяна Доронина о расколе легендарного театра особо не сокрушалась. А свою новую роль, руководителем хата имени Горького, считала вполне заслуженной. Дорониной было не впервой бороться за место под софитами. Она начинала свою карьеру у того же Товстоногова в БДТ. Но в 1966 году покинула Петербург и в статусе уже состоявшейся звезды и поступила на службу сначала в Амхат, а затем в Столичный театр имени Маяковского. Если вас мучат мысли о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы её забудете. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, забытый теперь вами, забытый как мечта несбыточная, в театр этот образ явится вновь, и вы увидите его глаза, устремлённые на вас с тоской и любовью. Ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нём. Первое время Доронина действительно была прямой Маяковки и играла ведущие партии. Пока худрук театра Андрей Гончаров не представил трупе новую фаворитку, выпускницу Щукинского училища Наталью Гондареву. Когда они в быту общались, вы бы видели, Наташа над ним щебетала, он расплывался вот просто как масло по сковородке. Потому что Наташа, у неё ещё, помимо актёрского темперамента, у неё большая какая-то женская аура была. Поначалу Гондаревой давали только второстепенные роли. Но после каждого спектакля Гончаров прилюдно и многословно её хвалил. «Быть тебе, Наталья, настоящей звездой!» Так же считали и многие его коллеги, которые наперебой приглашали характерную актрису в свои картины. Интересно, о чём ты сейчас думаешь? А чё я думать-то буду? Ты разве всегда думаешь? Я сейчас налью. Нет, я так. Хорошо. Как бы не увелил меня восходящую звезду, с опаской подумал Гончаров и решил наконец-то предложить востребованной в кино актрисе главную партию и в своём театре. В спектакле «Банкрот» или «Свои люди сочтёмся» по-островскому. Режиссёр отдал ей роль, которую прежде исполняла Татьяна Доронина. «Лазарь Елизарыч, дайте мне подумать!» «Да чё думать-то, чё думать-то?» «А что это, я не думал, что ли?» «Не думал, что я не думал.» «Лазарь Елизарыч, а вы знаете что?» «Что прикажешь?» «Вы увезите меня потихоньку». Но плавно и без шума ввести Гондареву в спектакль, при этом сместив Доронину, не получилось. Именитая актриса устроила скандал. Она понимала, что не за горами время, когда ей самой придётся довольствоваться эпизодами. Юная Гондарева начала потихонечку плечиком теснить царицу мира. А когда царица мира однажды позволила себе в ответ на это грубую достаточно реплику в адрес Гондарева, просто подошла и вмазала ей эпофизиономию публично. После этой потасовки актриса, конечно, ждала извинений и показательной порки обнаглевшей соперницы. Но от дирекции театра никакой реакции не последовало. Отношения Дорониной с главным режиссёром стали ещё более напряжёнными. Свергнутая прима больше не сдерживала себя и не скупилась на иронические реплики в его адрес. Она могла заявить «Я лучше знаю». Ни один режиссёр этого не терпит. А такие, как главный режиссёр Маяковки Гончаров, за меньшие пинком выгонял под заст на улицу. Он сознательно вывел на одной из репетиций её на скандал. И они очень откровенно поговорили. Ну, так же жёстко, наверное, не стесняясь выражения, как когда-то Раневская с Завадским. Они так же жёстко поговорили. И после этого Татьяна Васильевна сказала, «Вы меня оскорбляете, я ухожу». Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь. А я не взорвусь. На всякий случай отодвиньтесь, немножко отодвиньтесь. Вот так. Про сложное отношение Фаины Раневской с главным режиссёром театра имени Моссовета Юрием Завадским до сих пор ходят легенды. Острая на язык актриса при любом удобном случае ставила под сомнение талант худрука и высмеивала его тщеславие. Художественный руководитель театра – это царь и бог. И тем более на публике, на актёрах, позволять себе высказывания, например, когда она достала Завадского, он не выдержал, бросил, он любил такие карандаши, остро заточил, бросил карандаши и говорит, «Вон из театра!» А она ему говорит, «Вон из искусства!» Режиссёр в долгу не оставался. Он всячески старался насолить актрисе. Снимал с главных ролей, лишал премии. Раневская в ответ регулярно писала заявление об уходе. Завадский подписывал. Но никто никуда не уходил. Страсти за кулисами ненадолго стихали, а потом вспыхивали с новой силой. Он попирает нормы поведения советского человека. Он хочет бросить жену, хочет разрушить советскую семью. Научите его, пожалуйста, уважать наш моральный кодекс. Задвигали в театре не только Раневскую, но и главную кинозвезду тех лет – Любовь Орлову. Верочка, почему ты опоздала? Меня забежали в театре. Я так волнуюсь, в театре. Орловой всегда завидовали в театре Моссовета, потому что она была богиней кино. Конечно, она позволяла себе очень многое. У неё были потрясающие бриллианты, меха, машины, загородный дом. Чего не было у актёров театра Моссовета, даже у той же Морецкой. Зато Вере Морецкой неизменно доставались главные роли в театре. Что неудивительно, она приходилась завадскому женой, пусть и бывшей, и крутила им, как хотела. Это везде, слушай, рядом, только в разной степени интенсивности и жёсткости. Ну, конкуренция. Стаси, сегодня вечером вы откроете ворота, я вам дам 50 тысяч долларов. Странную миссис Сэвидж в одноимённом спектакле сначала играла Фаина Раневская. Но когда по театру прошёл слух, что эту постановку повезут в Париж, прозорливая актриса сразу смекнула. За кулисами начнётся настоящая война и самоликвидировалась, уступив партию Орловой. Однако в 1965 году на Елисейские поля отправилась вовсе не главная кинодива страны. Этот спектакль внезапно была введена Морецкая. И в Париж поехала она, не Орлова и не Раневская. Орлова оставила инцидент без комментариев. А взбешённая несправедливостью Фаина Георгиевна написала Завадскому очередное заявление об уходе и опять осталось. Артисты вообще покидали один из лучших театров столицы в самых крайних случаях. И, как правило, не по своей воле. Впрочем, актёру Борису Новикову из театра Моссовета уйти всё-таки пришлось. Главная роль в спектакле Василий Тёркин стала для него и звёздным часом, и настоящим проклятием. Спектакль получился такой, и Тёркин получился такой, что Москва ломилась просто рогами вперёд, снося билеты на этот спектакль. Плюс к этому моментальная государственная премия в ту же самую секунду. Спектакль, да, ну а как спектакль без главного исполнителя-то? Никак. И тут люди, годами высиживавшие, квартиры, чины, регалии, выслуживавшиеся. Скорость, с которой молодой актёр пробился в зенит славы, а заодно и получил квартиру в высотке на Котельнической набережной, ветеранов сцены потрясла. Старожилам и Совета устроили Новикову настоящую травлю. Строчили доносы по любому поводу. Звонили в другие театры и старались очернить коллегу в глазах всей театральной Москвы. Правда, и сам артист в выражениях не стеснялся. Особенно после рюмки другой. Я считаю, что Боря Новиков это, в общем, трагический случай. Ну, во-первых, он тяжело пьющий человек был. И когда он себе это позволял, потом он был, ну, как бы так сказать, чтобы не сказать грубость. Был человек весьма невоздержанный язык. После череды громких и неприличных разборок Борис Новиков был вынужден уйти из масс-совета. Правда, почти сразу нашел себе новый причал. Худрук театра сатира Валентин Плучик не побоялся взять скандального артиста на работу. Ему нужен был такой комедийный типаж. За хулиганскую игру в футбол на территории школьного двора футбольную команду распустить ворот и сжечь. А вот с Валентином Гафтом, которого Плучик сам ввел на главную роль в спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», отношения не сложились. Худруку, чтобы избавиться от неугодного артиста, пришлось сплести интригу похлеще, чем Пьеру Бомарше. Интрига и деньги твоя стихия. Задумать это еще не штука. Надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха. Гафта в сатиру привел Андрей Миронов. Он убедил режиссеры, что приглашенный артист лучше, чем кто-либо из его труппы, сыграет коварного графа Альмавиву. Плучик решил рискнуть. Он был с характером, с темпераментом, с привязанностями и с влюбленностями. Были артисты, которых он очень любил и давал работать. Но внедрив Гафта в постановку, режиссер пожалел об этом буквально с первых репетиций. Актер не просто переругался со всеми партнерами по сцене. Он постоянно перечил самому Плучику. Но коней на переправе менять было некогда. На носу премьера. А ты здесь все озорничаешь, Да, здесь как раз ерунда. Ну как же, свадебные обязательства. Ты какой дуралей. В апреле 1969 года в Театре Сатиры царило необыкновенное оживление. Добали Фигаро. Это был грандиозный успех. С аншлагами спектакль шел восемь месяцев. Как вдруг Плучик собрал трупу. Вы не граф, а настоящий урка, ошарашил он Гафта с места в корье. Я терпел вас только для того, чтобы обкатать спектакль. Теперь хамам не место в моем театре. Режиссера явно не слой, с каждой репликой он, похоже, заводился все больше. А Гафту и первой фразы было достаточно. Он схватил лист бумаги и карандаш, мгновенно начеркал заявление о гуходе и швырнул в лицо худруку. Гафта ушел из театра. Он вообще искал в Аличке в Терене. Он искал. Он прошел по очень многим театрам Басквы. Как только дверь за Гафтом захлопнулась, Плучик мгновенно успокоился и лукаво улыбнулся. А что? Отличное представление, а главное результат. Учитесь, подмигнул он растерянной трупе. А как еще худрук мог быстро убрать талантливого артиста? Конечно, только по собственному желанию. И вскоре в роли графа Альмавивы вышел Александр Ширвин. давно ждавший своего звездного часа. А что если плутовка Сюзанна выболтала мою тайну? Хорошо еще, если она не является ее соучастницей. Со скандалом покидала театр сатиры и исполнительница роли Марселины Татьяна Пельцер. Но эта история повергла в шок не только трупу, но и всю Москву. Пельцер весь этот ваш бред. Новый приступ брачная лихорадка. Хорошо. Хорошо не будем. А потом если уж ничто не могло заставить вас выполнить этот единственный справедливый шаг жениться на мне, то помогите мне по крайней мере выйти за другого. Но чтобы блистать на сцене Пельцер требовался допинг весьма своеобразный. Она не могла выйти на сцену, если кого-то не заденет и не заведется. Это она сама так заводилась. Кого-то могла ну очень резко резко едко высмеять, человек в шоке, а она получает от этого драйв, выходит на сцену и играет блистательно, божественно. Потом может извиниться, когда выйдет в кулись, а может и не извиниться. Особенно доставалось от Татьяны Ивановны все тому же Борису Новикову. Тем более, что он регулярно давал повод. Новиков любил это дело и иногда позволял, причем там был какой-то спектакль, он с ней целовался, она пришла и говорит Плучу, я не могу с ним целоваться, от него водкой пахнет. Она там была председателем правкома в те времена, она решала все путевки, заплаты, премии. И когда обсуждали поведение Новикова, она так его достала, что он сказал, вы знаете, вас кроме советского народа никто больше не любит. Впрочем, Пельцер своего добилась, пусть и не сразу. Плучик терпел пьянство Новикова 9 лет, но в конце концов все-таки выгнала актера из театра. Через пять лет Плучик попрощался и с самой Пельцер. Роковая ссора случилась на одной из репетиций. Своенравная актриса позволила себе опоздать. Куда мне идти, раздраженно бросила она в лицо Плучику вместо извинений. Идите куда хотите, гневно рявкнул в ответ режиссер. Пельцер будто только этого и ждала. Пельцер шваркнула своим костюмом об пол на весь театр при всем стечении народа. Отправила Плучика по известному адресу в полный голос, полновесно, без купюр. и ушла в гардероб. И за ней никто не побежал. Я уйду к Захарову прокричала в сердцах Пельцер и действительно отправилась в театр имени Ленинского комсомола. Плучик вздохнул с облегчением. За долгие годы совместной работы он устал от бесконечных выходок и претензий. Вот он виновник нашего сегодняшнего торжества пан-директор. Идя в ногу со временем дал обязательство завершить медовый месяц в двухнедельный Единственными кому худрук вынужден был прощать любые выкрутасы были участники легендарного кабачка «13 историев». Хотя именно из-за них в театре нередко срывались спектакли. Потому что популярность такая была, что когда играются драматические спектакли выходит Спартак Мишулин то все «О! Пан-директор вышел!» И их воспринимали просто как персонажей и невозможно было перебить. Поэтому конечно это была очень такая борьба. Вы знаете эта праздничная кутерьма меня совершенно доканал. Сочувствую. Кабачок был крест этого театра. Все эти паны это все артисты театра сатиры. Плучик, о котором мы говорили, ненавидел этот Кабачок лютой ненавистью. Художественный руководитель театра сатиры всякий раз с колоссальным скандалом отпускал своих актеров на съемки. Но поделать ничего не мог. На это шоу был заказ с самого верха. Говорили, что лично товарищ Брежнев смотрит во все глаза каждый выпуск и заливисто смеется. Режиссер театра на Малой Бронной Анатолий Эфрос тоже не осмелился перечить высоким чиновникам, когда его назначили художественным руководителем Таганки вместо признанного диссидентом и лишенного советского гражданства Юрия Любимова. Хотя сама процедура представления нового худрука, конечно, вызвала у трупы вопросы. Он не пришел, а его привели из управления культурой и представили вот ваш новый режиссер. не спросив трупу, ничего не посоветовавши, а просто вот перед фактом поставили. Актеры восприняли нового худрука в штыки. Впрочем, Эфрос был готов к обороне. Он уже работал на Таганке, ставил вишневый сад и сам того не желая нажил врага в лице одного из ведущих артистов театра Виталия Шаповалова, назначенного на роль Лопахина. Виталий репетирует прекрасно, просто здорово. Он мощный такой вот, настоящий Лопахин такой вот. Приезжает в Высоцкий за две недели до премьеры и сидит в зале. Эфрос поворачивается, ну, утром уже новая репетиция, Володя, а вы можете попробовать? Да, пожалуйста. Попробуем, что он говорит. Судьба Шаповалова была решена. На сцену в роли Лопахина он больше не вышел. Конечно, он затаил такую злобу на Эфроса, такую злобу, что как только он появился на, вот, как художественный руководитель, он тут же ушел. Следом трупу покинули еще несколько актеров. А те, кто остался, объявили Эфросу бойкот. Впрочем, не только. Наиболее деятельные писали анонимки, а однажды даже подперли колом двери театра, чтобы режиссер не мог войти. Один шпанай из Таганки мне говорил в какой-то компании, я Эфросу испортил машину, я ему нацарапал, там негожее слово на машине, и хвастался этим, понимаете? Одним из самых яростных противников Эфроса был Леонид Филатов. Он считал Юрия любимого своим учителем и наставником, а каждого, кто занимает его место, выскочкой и штрейкбрехером. Новый худрук пытался наладить отношения с актером, приглашал на главные роли в своих спектаклях, но Филатов наотрез отказывался. Более того, демонстративно покинул Таганку и перешел вслед за Виталием Шаповаловым и Вениамином Смеховым в современник. Там были конфликты, почему открытые, нехорошие, некрасивые, нечеловечные. Потом многие из них даже винились. Филатов, да, писал, что это его грех. В общем, большое, что он делал с Эфросом. Интеллигентный, мягкий по натуре Анатолий Эфрос не выдержал противостояния. Он скончался от сердечного приступа спустя всего два года после того, как возглавил театр, который надолго погрузился в череду междоусобных дрязг, чем, увы, подтвердил горькую истину. В закулисных войнах нет победителей, только уцелевшие в мутном водовороте интриг, склок и скандалов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова